Аниме иногда способны шокировать контентом по хлещу любых второсортных слэшеров, где маньяк рубает жертв на куски под отвратительные спецэффекты. Сегодня нам предстоит проникнуть в самое пекло аниме индустрии. Ду часть контента, которая осталась за гранью всеобщего взора. Повторюсь, я не буду рассказывать про эльфийскую песню Берсерка. Берем ниже. И я не буду рассказывать про Птум, Усопших и Дороро, ведь я припас кое-что более редкое. Сегодня я расскажу о тайтлах, которые являются ничем иным, как ультра-насилием и адом анимации. Что нужно от тебя? Подписаться на канал и крякнуть в сердце, ведь передумать ты всегда успеешь. А для меня это жутко важно. Итак, не будем тянуть. Присаживайтесь поудобнее и приберите еду подальше, ведь мы начинаем. И открывает наш список аниме под названием Истории Ран. Экранизированная серия, которая состоит из цикла, так сказать, историй. Поясню. Каждая ветка цикла так и называется. Истории. Ран. Подделок. Цветов. Одержимости и так далее. Сегодня поговорим конкретно про истории ран, как отдельный тайтл. Кайоми Арараги, обычный японский школьник, немного социопат, однажды встречает легенду в новостных заголовках необычного маньяка, а настоящего вампира, который при смерти просит его о помощи. Дать самую малость крови, чтобы восстановить смертельные раны. Кайоми не то, чтобы не задумываясь, но поступает безрассудно и спасает вампира, после чего его обычная жизнь кардинально меняется. Герой сам становится вампиром в подчинении одного из сильнейших существ на планете. И мало того, теперь он обязан помочь своей госпоже, чтобы вернуть обратно людскую форму и прошлую жизнь. Для чего нужно победить группировку других вампиров, которые, собственно, устроили западню для той самой госпожи по имени, не удивляйтесь, Кишот Ацеларион Хантандер Блейд, или же Кишот для своих. Опытная вампирша оказывается в западне своего тела после восполнения баланса крови и перерождения, и требует от Кайоми вернуть ее конечности, похищенные преступниками, чтобы восстановить всю мощь, накопленную годами. История повествует о парне, который, не задумываясь о последствиях, стремится вернуться к привычной жизни, стремится ценой жизни других. Но вопрос только в том, существует ли граница, которую он не перешагнет? На что способен пойти главный герой, чтобы предотвратить лишние жертвы? И что за собой скрывает реальная вампирская жизнь? На эти вопросы нам попытается дать ответ аниме в цикле истории Иран. И если вы думаете, что это что-то в стиле ванильных сумерек или брутального интервью с вампиром, то спешу переубедить, кровища хлыщет в полный путь. Один только трейлер к аниме вызывает эмоции в стиле «Нихренаж себе». История состоит из трех серий по одному часу, и рекомендована к просмотру любителям чего пожестче. Пусть и повествование немного отличается от типичных нам аниме. Выглядит как экранизированная манхва. Да-да, я в курсе, что это иллюстрированная серия японских лайт-новелл. Не душите. По уровню жестокости ставлю 9 из 10. И если вам покажется это аниме каким-то лайтовым, вы просто досмотрите до третьего фильма и гляньте на это. Одержимые смертью Одноименный аниме-сериал в студии Мэтт Хаус по манге, которая известна своими реалистичными сценами насилия и демонстрации обнаженки. И если уж манга цепляет, то Мэтт Хаус постарались максимально красочно отразить всю жестокость истории. Страничка за страничкой, пальчик за пальчиком. Кстати, студия Мэтт Хаус также выпустила в свое время такие тайтлы, как Манускрипт Ниндзя, Тетрадь Смерти, Клеймор, Птум, Хантер и К... Да там еще сверхмного всякой годноты. Так что ребятки явно на опыте и знали, что делали. Итак, действие аниме разворачивается в 1629 году во времена Сюгуната Токугава. Турнир с использованием холодного оружия. Зрители ожидают начала смертельной схватки между двумя войнами. С одной стороны однорукий мечник Гоносуки Фудзики, с другой – слепой самурай Сеген Ирако. Обоих войнов знатно потрепала жизнь, не скалечив, но не заставив отказаться от целей меча. Последующее повествование расскажет о причинно-следственной связи, которая привела недавно двух сильнейших учеников одного клана к смертельной схватке на показ публике. Это история о верности и предательстве, смирении и коварстве, о мести и еще раз мести. История, написанная не одним лишь ключевым персонажем, а несколькими. И ты не можешь переживать лишь за одного, ведь неприязнь к персонажу очень быстро сменяется сопереживанием и симпатией. Герои аниме будут на протяжении почти 12 серий изучать смертельные приемы, которые зачастую будут применять и совершенствовать. И иногда на людях, что были ближе всего. И это очень сильная история, которая разворачивается в очень суровом времени, где ошибки зачастую не прощаются и караются увечьями и смертью. Аниме превосходно выполнено, а реалистичные сцены насилия лишь сильнее погружают в средневековую Японию. И знаете, когда я говорю о ультра-насилии, то вижу перед собой сцены из данного тайтла. Вижу и понимаю, что могу поставить аниме 10 из 10 по уровню жести. Да, может это и не сравнится с множеством трэша, которые мы уже видели, но черт подери, вам этого мало? Закрывает наш список тайтл далеко не с выдержанным сюжетом, но имеющий громкое название – терраформирование. Спинномозговое аниме с интересной, немного даже больной задумкой, средненькой реализацией и горой кровища наверх. Ученые 21 века разрабатывают проект по колонизации Марса, который состоит из нескольких этапов. Первый. Отправить побольше тараканов и водорослей, что могут выдержать суровые условия планеты. Этап второй. Подождать, пока водоросли будут поглощать солнечный свет, отчего температура на Красной планете упадет. Трупы насекомых послужат пищей для водорослей. Этап третий. Отправить колонистов на акклиматизированную планету. Но нет добра без худа. 500 лет спустя всю Землю охватывает эпидемия смертельной болезни, лекарство от которой можно добыть только на Марсе. В срочном порядке формируется коммуна из 100 мужчин и женщин, которым предстоит отправиться за ингредиентами для спасительной вакцины. Но что могло пойти не так? Разве что люди, отправленные на Марс, будут разорваны в клочья мутировавшими человекоподобными тараканиусами, которые не просто прижились на чужой планете, но и вполне себе эволюционировали. Звучит бредово? Вы подождите. Чтобы усмирить тараканов и вернуть господство над Марсом, земляне собирают элитнейших воинов по всему миру, которые отправятся тет-а-тет поговорить с насекомыми, ведь речь идет уже не только о колонизации. Судьба всего мира зависит от добычи вакцины. Вообще это все, что нужно знать о терраформировании. Но вы же хотели жести? Тогда отключайте мозг, усаживайтесь поудобнее и с удовольствием наблюдайте за разрыванием людских туловищ и тараканьих панцирей. Тут даже русских в аниме завезли. Александр, Иван, а чего стоит один только Сильвестр? Ах, да, ко всему прочему, защитникам колонизации придется не просто выступить против барбитуратных тараканов, им придется самим стать наполовину насекомыми, что-то вроде Блэйда. Люди добровольно, но не без помощи ученых модифицировали свое тело, чтобы получить силу, противопоставимую терраформерам и одолеть их. Ну, как-то так. Поставлю этому аниме 9 из 10 по жести, остальное оставлю без комментариев. Но чтобы вы знали, смотрится не так плохо, как звучит. Итак, каждый аниме сегодняшнего списка является ничем иным, как концентратом первородного насилия, представленным на экранах в виде сцен с избытком крови и расчленения. Японская анимация не перестает шокировать западного зрителя и по сей день. А чтобы узнать чем, тебе необходимо подписаться на канал и поставить лайк. Как наберем 700 сердец, тебе придет уведомление о новом выпуске, где я расскажу еще о жестоких тайтлах, которые стоят в тени легендарных франшиз. Надеюсь, мне удалось рассказать и аниме, которое каким-то образом вы пропустили, которое вы обязательно посмотрите или обойдете стороной. Вы были в лаборатории Ганса. Увидимся на канале. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok